В рамках нашей третьей сессии мы будем говорить о будущем спорта и о будущем профессиональной линейки, которая в сфере спорта будет формироваться. В панели принимают участие люди, которые формируют лицо современного спортивного образования. И вот первое, о чем хотелось бы спросить всех наших замечательных спикеров. Вы знаете, проводится много исследований, о которых часто сейчас говорят в высшей школе экономики, что в ближайшие 10-15-20 лет многие профессии прекратят свое существование. Ну, например, с вероятностью 99% прекратит существование юриспруденции в ее нынешнем виде, а управление персоналом сохранится. И вот если мы с вами посмотрим на то, что происходит в спорте, у меня такое ощущение возникает, что интерес будет уходить, будут развиваться современные технологии, будут развиваться 4-5D принтеры, печататься органы, будут соревноваться биороботы. А кому интересно соревнования биороботов в публичном пространстве? Может быть, вообще спорта не будет как такового, коллеги? Вот это первый вопрос. Я, может, Сергей начнет. Вот микрофоны здесь есть. Добрый день, уважаемые коллеги. Я понимаю, что подобная опасность существует. Мы ее не воспринимаем как критическую угрозу. Но, тем не менее, по имеющейся статистике, традиционные виды спорта, как мы их называем, виды спорта с более чем 10-летней историей, их аудитория потребителей стареет. К сведению, в 1968 году средний возраст болельщика Манчестер Юнайтед составлял 23 года. Сейчас 44. Средний возраст, подчеркиваю. Это говорит о том, что меняется все. Вокруг нас появляются новые виды, новые виды развлечений, прежде всего. И, в частности, кстати, в биатлоне такая же тенденция, как Катя Юрлова говорит, она уже 10 лет бегает на глазах одних и тех же людей, которые вместе с ней стареют там, вокруг трассы. Поэтому мы сейчас особое внимание уделяем новым тенденциям и проявлению интереса молодежи к новым видам развлечений. Это будут и рабочие места, и новая индустрия, которой надо будет управлять, и новые рынки, и новые профессии в том числе. И, опять-таки, новые правила, по которым нужно будет их обучать тому, что они смогут реализовывать и чему мы их должны научить. Спасибо. Спасибо. Я это немножко уточню. Вот у Аси Шалимовой. Аси, может быть, вообще в 21 веке все будут сидеть дома, у больших экранов телевизора, практически в новой виртуальной реальности. То есть, слышать, обонять, видеть поле гораздо лучше, чем на стадионе, находясь на трибунах. С точки зрения вашей профессии маркетолога, может быть, так и лучше наблюдать спорт? Ну, смотрите, да. Всем добрый день, во-первых, всех рада видеть. Рада видеть тех студентов, с которыми знакомы особенно. Очень приятно. На самом деле, если мы посмотрим на то, как спорт развивался последний с точки зрения потребления спорта, 20-30 лет, мы поймем, что в связи с распространением интернета, в связи с распространением электронных билетов, электронных трансляций, электронных магазинов, когда мы можем покупать атрибутику любимой команды одним кликом с телефона. Понятно, что потребление спорта изменилось очень, и сейчас мы уже, конечно, не можем говорить о том, что спорт может обладать той аудиторией, которая находится физически вокруг и может дойти до того спортивного объекта, на котором проводятся мероприятия непосредственно. Конечно, наша аудитория гораздо шире, но в этом нет ничего страшного. Что касается возраста аудитории, я, честно говоря, тоже не вижу ничего критичного в этом плане. Да, исследования показывают, что у ряда видов спортов, традиционных, да, как Сергей Витальевич сказал, аудитория стареет на 5, на 10 лет в течение 10 лет. Но при этом мы видим, что люди стали и жить дольше, да, аудитория какого-то вида спорта может быть старше, чем средний, да, уровень возраста населения в той или иной стране, но при этом она может быть не меньше по объему ни в коем случае. Поэтому, конечно, есть какие-то интересные наработки в том плане, чтобы некоторые виды спорта, как киберспорт, да, были, с одной стороны, исключительно виртуальными. Вот вас сейчас здесь не так много, а в камеры нас смотрит гораздо больше людей. Утром смотрело 175 тысяч ВКонтакте, наша конференция. Но вы же, опять же, знаете, что киберспортивные соревнования даже у нас в России, в Москве проводятся оффлайн, потому что спорт – это такая уникальная штука, которую очень интересно смотреть в прямом эфире, смотреть эмоции, и те эмоции, которые вы, наверняка, все из вас являются в том или ином виде потребителями спортивного контента. Вы ходите на футбольные, на хоккейные, на киберспортивные соревнования. И то, как это происходит, вот, и раскручивается вживую, никогда в жизни не заменит то, что может быть на экране. Спасибо. В продолжение, Александр, вот я сказал, что юристов не будет, но судя по тому, как развиваются события вокруг российского спорта, единственное, кто сохраняется среди юристов – это спортивные адвокаты. Правильно я понимаю? Да. Здравствуйте. Все спортивные адвокаты, они вообще бессмертны. Неважно, когда, что меняется, что стареет. Я в этом, честно говоря, не вижу больших проблем. Это, ну, в данном случае время диктует свои условия, и, наверное, если профессия перестает быть востребованной, она отмирает. Это и раньше было, но, может быть, не в таком масштабе. Что касается того, что болельщик стареет, тут самое главное, что и спортсмены не молодеют. Главное – стареть вместе со спортом. Я тут тоже не вижу больших проблем. Поживем – увидим. Во всяком случае, мы к этим переменам готовы, я думаю. Это, да, тоже в продолжение спрошу Андрея. А вы задумывались, может быть, надо начинать готовить по каким-то другим новым профессиям в училищах Олимпийского резерва, отходить от традиционной подготовки спортсменов по направлениям? Спасибо. Добрый день. Ну, действительно, сейчас мир спортивный очень быстро меняется. Наверное, совершенно очевидно сейчас и кризис Олимпийского движения, и, в общем, изменения в перечне видов спорта, которые в мире становятся популярными, которые утрачивают свой, то есть, интерес. В рамках каких-то видов спорта появляются новые дисциплины. Поэтому, конечно, в ближайшие десятилетия, я думаю, что спортивный мир будет, он серьезно меняться. Конечно, на это накладывает серьезный очень отпечаток и информационные, цифровые технологии, то есть, появляется масса новых видов, которые основаны на, ну, и киберспорт, естественно, такие виды, как сейчас тренажерно, на различных тренажерных технологиях. Сейчас вот не так давно мы проводили очередной чемпионат по гребле-индор, там тоже это гребля в зале, который проводится на тренажер, то совершенно, конечно, другие уже подходы и, соответственно, конечно, другие требования к профессиям, которые были связаны у нас со спортом непосредственно. Поэтому, конечно, мир здесь спортивный и профессиональный, он будет очень, так сказать, быстро изменяться. Поэтому, ну, наверное, мы в дальнейшем сейчас об этом поговорим, но то, что это будет происходить, это совершенно очевидно. Насколько мы можем уловить эти тенденции, ну, наверное, прогноз, я думаю, реально это не более чем на 80 лет. Дальше, я думаю, что вряд ли кто-то возьмется из специалистов делать какой-то ответственный прогноз. Спасибо. Нет, ну, это хороший стратегический прогноз. Ну, вот если говорить о том, что будут такие трансформации в профессии, наверное, больше всех выиграет и Лена из присутствующих спикеров, потому что коллекцию ее музея будет пополняться очень активно различными артефактами из спорта 20-го и 21-го века, я хотел спросить у вас, вот член общественной палаты, которая отвечает за развитие спорта. Демагогия вечна. Это профессия? Можно сказать, что это новая профессия, которая, ну, да, нуждается в специальной подготовке. Член общественной палаты – это не профессия, это зов души, можно сказать, или склад психики определенного рода. У нас в общественной палате разные коллеги бывают. Ну, это шутка, как вы понимаете. Вообще, общественная палата – это орган общественного контроля за деятельностью государства. Поэтому в ближайшее время позиция каждого из нас, как члена гражданского общества, будет становиться все более активной. Мы отстаиваем свои права на разном уровне. Вот сегодня, например, на пленарке студент поднял тему, важную лично для него, там, платить в банкомате не картой, а там, не наличностью, а картой. Это вот тоже, знаете, как бы борьба за свой комфорт. Вот подобного рода вещи в массовом формате как раз являются представлением собственной гражданской позиции и консолидированно отражаются в общественной палате Российской Федерации, где работают представители каждого региона, крупных общественных организаций, ну и, соответственно, лучшие люди страны по президентскому списку. Но вот это не профессия. Если хотите спросить о профессии, спрашивайте о ней. Ну вот, если говорить о музее спорта, да, то это профессии, связанные со спортом. Вот вы себя больше чувствуете человеком из мира спорта или человеком из мира искусства и музейного дела? Я себя чувствую руководителем федерального бюджетного учреждения и преподавателем. Есть базовые профессии, которые никуда не исчезнут, чтобы не случилось. Это те профессии, которые связаны непосредственно с контактом людей, это такие как врачи. Методы изменятся. Может быть, удаленная медицина или изменятся методы, изменятся технические характеристики. Но не суть профессии, потому что базовые профессии – это когда глаза в глаза, например, преподавание. Мы имели такой опыт несколько лет назад, лет 10-15 назад, все в мире науки и образования резко захотели перейти в электронные форматы. И зачем, мол, встречаться, деньги тратить, давайте перейдем в электронные конференции, и там прекрасным образом будем общаться. Это продержалось, если я не ошибаюсь, лет 5 от силы, и потом все вернулись к традиционному формату конференций. Потому что человеческое общение, профессиональное общение – это передача знаний. А у нас все-таки траектория воспроизводства знаний, она такая и во многом изустная. Это когда глаза в глаза. В сфере спорта многие профессии останутся. Что-то, конечно, изменит техническую составляющую, но не более того. Спасибо. Но вот обсуждая эти межотраслевые стыки, о которых Александр заговорил, у меня Сергею вопрос. Действительно развивается спорт, но со спортом тесно связано, является неотъемлемой частью спортивной индустрии. Вот как вообще спорт и индустрия влияют друг на друга, и вообще зависит ли от развития спортивной индустрии спортивный результат, с вашей точки зрения? Ну, очень-очень классный вопрос, только потому, что два этих представления живут в параллельных реальностях. Дело в том, что русский язык настолько богат, что спортивной индустрией можно называть «все». Но, как правило, так и происходит, имея в виду спорт, многие коллеги и различные, даже официальные лица, говоря о спортивной индустрии, не подразумевает промышленное производство или экипировку, или покрытие третьего поколения, пятого поколения травы, а именно спортивная индустрия – это все, что бегает, плавает и так далее, вот все, что к этому имеет отношение – это индустрия. Совсем нет. И, как вы знаете, в 2019 году была принята стратегия развития спортивной индустрии, промышленности в Российской Федерации. Теперь стратегия готовится до 2030 года о развитии физической культуры и спорта в России не параллельно с этой стратегией. Эти две стратегии будут синхронизированы впоследствии. Будет некая декомпозиция имеющихся целей для деятельности одной стратегии и другой. Поясню, о чем идет речь. Есть ли какие-то продукты импортозамещения в спорте? Есть. Какие? Покрытие, клюшки-заряд, есть тренажеры, есть плавательные изобретения какие-то, ласты и прочее. То есть фактически они есть. Но для соответствия большим международным стандартам им пока рановато. Поэтому прямая зависимость технологий в спорте и развития любительского спорта и тех сегментов, которыми движут энтузиасты прежде всего, а не финансовые контракты. Это и есть та самая синергия, которая позволит именно на первую позицию выдвинуть общий интерес. Там, где есть общий интерес, там всегда найдется и механизм, и общие цели. – Спасибо. У меня в продолжение этого вопроса. Коль развивается спортивная индустрия, в ней действительно появляются много новых профессий и потенциальных треков. Сформировалась ли уже такая профессия, Ась, как спортивный маркетолог или международный спортивный маркетолог? И вообще отличаются ли международные маркетологи спортивные от российских спортивных маркетологов? И если бы профессия сложилась, как подготовить спортивного маркетолога? Потому что я много лет в спорте, я пока знаю только одного спортивного маркетолога, это вас. А вообще, что такое спортивный маркетолог? – Знаете, я очень люблю на самом деле рассуждать на эту тему, потому что понятно, что коллеги уже об этом сказали, есть ряд каких-то базовых профессий. И эти профессии, такие как маркетолог, может наложиться на спортивную индустрию, и тогда вы, если обучаетесь маркетингу или хотите развиваться в этом направлении, можете стать маркетологом в сфере спорта. Например, уководить отделом маркетинга спортивного клуба, федерации или, может быть, быть маркетинговым агентом того или иного спортсмена. Отличается ли это от того, если бы вы были, например, маркетологом продукта, айфона, кока-колы, чего угодно, что вам интересно и что вас привлекает. С одной стороны, базовые принципы вашей работы все равно останутся теми же. С другой стороны, надо понимать, что спорт – это индустрия максимально эмоциональная. И такого эмоционального влечения вашего потребителя, с которым работает такой специалист, как маркетолог, как в спорте, вы практически нигде не встретите. Но, возможно, может быть, в сфере, не знаю, в киноиндустрии, в музыкальной индустрии, в смежных сегментах сферы развлечений, где фанаты обожают своих кумиров. Со спортом, если вы сопереживаете той или иной команде или тому или иному спортсмену, вы по себе знаете, что вы относитесь к этим людям с повышенными требованиями. И не только к ним, а ко всему, что их окружает. Будь то атрибутика с их логотипом или фотографией, будь то билеты на спортивное мероприятие. Если вы сопереживаете о любимой команде, вы хотите, чтобы все вокруг них было устроено наилучшим образом. И в связи с этим ваша задача как маркетолога, с одной стороны, упрощается, потому что люди влюблены в ваш продукт, и вам не надо заставлять их влюбляться. Спортсмены, которые производят отличный спортивный продукт на спортивной площадке, сами помогают вашим потребителям полюбить ваш продукт, с которым вам надо работать. И с другой стороны, эта любовь означает, как любая любовь, повышенные требования, с которыми вам придется справляться, несмотря на то, насколько ограничены ваши финансовые, творческие и людские ресурсы. – Спасибо. Я так услышал, что спортивные маркетологи уже существуют, да, и есть в реальности. Александр, а спортивные юристы, есть ли такая профессия? Я помню, когда мы много лет назад с вами создавали магистскую программу, одной из первых в стране по спортивного права, и говорили, вот, у нас мы будем готовить спортивных юристов. Нам говорят, что вы готовите? Будете юристов, которые занимаются спортом, да? Так вот, на самом деле, есть ли сейчас такая профессия? Юрист в сфере спорта? Сложилась ли она с вашей точки зрения, есть ли перспектива в этой профессии? Ну, конечно, такая профессия есть. Она сложилась под влиянием определенных объективных причин, поскольку у нас существует законодательство, которое регулирует исключительно спортивные отношения. Возникла потребность и в специалистах, которые в нем разбираются. Причем профессия достаточно молодая, поскольку поводом для того, чтобы она сформировалась, явилось влияние международного права на право национальное. Как только Россия стала более открытой, распространила некоторые международные акты путем ратификации конвенций на свою территорию, сразу же у нас появилось ряд правовых норм, которые необходимо было специально изучать, смотреть практику применения их, в общем-то. И так все само собой сложилось, что это появилась некая обособленная группа вопросов, которые обычным юристам с традиционным подходом, они, ну, я не хочу сказать, что они под силу, просто-напросто с ними не работали. И нужно было исследовать это все, эти все вопросы для того, чтобы можно было на равных применять эти нормы в спортивной сфере. Причем сейчас уже точно понятно, что победы, как мы видим, и Россия вот здесь является классическим примером, победы очень часто зависят не столько от борьбы на площадке, сколько от КАС решений. Поэтому специфика рассмотрения этих споров своя. Поэтому мы почему и стали с вами это делать, поскольку возникла потребность в такого рода узких специалистах. И, в общем-то, если мы учились сами на своих ошибках, то ребятам стали уже давать компетенции для того, чтобы им было проще, в общем-то, ориентироваться в этой сфере. И я думаю, что перспективы у данной профессии, перспективы данной профессии. С учетом того, что Россия закрывается постепенно от внешнего мира, где-то и помогает ее закрывать, а где-то она сама закрывается, то я думаю, что хочется надеяться, потому что перспективы нормальные. А вот, как сказал коллега, лет бы на 8 я уже даже не планировал. Работать нужно, учить нужно, пока существует спорт, существует формализация определенных отношений. Такие специалисты будут нужны. Но, опять же, все будет зависеть от того, насколько мы будем открыты. для международного сообщества спортивного и для возможности применения международных правовых норм на территории Российской Федерации, потому что это есть гарантия единообразия исполнения международных актов на территории России, что очень важно для иностранцев. Они должны ехать на соревнования или еще, значит, по каким-либо причинам. Они должны понимать, что те правила, которые они знают и которые применяются у них в стране, они также в такой же форме будут применяться и у нас. На мой взгляд, это самое главное, что мы должны обеспечить. Спасибо. Продолжаю эту тему. Закрывается Россия или открывается? Я вспомнил сейчас советский период, когда люди стремились в балет и спорт, потому что это были две сферы, когда можно было уехать за границу и посмотреть мир, но при этом у нас тогда не было профессионального спорта. Он у нас был любительский, если вы помните. А сейчас мы с вами готовим профессиональных спортсменов, дипломированных профессиональных спортсменов. И от Андрея хочу спросить, а вообще, что это за явление профессиональный спортсмен? Кто это? Кого вы воспитываете? Как вы их воспитываете? Как вы их готовите? Если можно, немножко я все-таки продолжу тот разговор, который вы изначально дали импульс. Все-таки профессии, наверное, они активно расширяются, перечень профессий, которые у нас в сфере спорта существует. Главная, наверное, проблема в том, что изменяется требование к этим профессиям, к тем компетенциям, которые должны быть у, наверное, специалистов, работающих. И вот один из таких, ну, наиболее, наверное, ярких вопросов, связанных с профессией тренера, потому что, наверное, профессия, она остается той же самой, но содержание ее, конечно, за последние годы кардинально изменилось. Вот там, если мы говорим сейчас о профессиональном спортсмене, то все равно это спорт высших достижений, который предъявляет, ну, высочайшие требования к технологиям. И если раньше на уровне высших достижений все-таки были взаимоотношения, как принято у нас и в образовании, когда субъектно-объектный, то есть как бы у нас тренер относится к спортсмену как к некому объекту, который формируется, то сейчас, конечно, на уровне высших достижений это явно такие субъектные отношения. И спортсмен, конечно, из какого-то вот подопытного такого человека превращается, ну, по сути дела, вот какого-то космонавта-исследователя, который обладает огромным уровнем знаний. И только вот обладая этим уровнем спортсмену, как раз мы сейчас про профессионалов говорим, да, вот только на этом уровне они способны решать какие-то задачи на уровне высших достижений. Потому что, по сути дела, это речь идет о мировых рекордах. Это то же самое, что, не знаю, полет на какую-то планету или еще что. То есть это сейчас высочайшие требования к, то есть, уровню владения информационными технологиями, способности, то есть, анализировать свое состояние, требования к биомеханике, к психологическим различным факторам. То есть человек должен, спортсмены, я имею в виду, владеть этим. Соответственно, и тренер, который с ним занимается, он должен обладать всем этим комплексом. Это вот, конечно, в последние 10-15 лет, на мой взгляд, произошел колоссальный прорыв. И главная проблема у нас сейчас, что у нас технологии и требования самого спортсмена, они значительно стали опережать наших, к сожалению, тренеров. И основные многие проблемы наши, в том числе и проблемы допинга, заключаются в том, что у нас тренеры и специалисты, они существенно, большинство, естественно, отстают от требований, которые изменяются практически каждый год. Поэтому вот это, наверное, одна из таких проблем, которые к образованию предъявляют очень высокие требования. У нас сейчас весь наш контингент тренерский, в том числе и на уровне высших достижений, он в подавляющем большинстве технологически не успевает за теми изменениями, которые позволяли бы конкурировать на высшем уровне. Поэтому вот это, наверное, такая ключевая проблема, которая и дает характеристику, в том числе, что такой профессионал с этой стороны. Тут, естественно, профессиональный спорт, его можно характеризовать с разных моментов, и психологического статуса, и социального статуса, и различные другие аспекты. Но вот такой аспект технологический, он, конечно, острейшим образом и стоит, потому что он напрямую связан с теми вопросами, которые мы пытаемся решать через нашу подготовку специалистов, тренеров, врачей, специалистов, работающих в группах научно-методического обеспечения и так далее. Спасибо. Ну, в продолжение. Профессиональными спортсменами надо профессионально управлять. Елена, Вы сказали, что общественная палата контролирует, как от имени общества устроены процессы в сфере физической культуры и спорта. Какой идеальный образ современного чиновника, который управляет спортом? Вот я смотрел недавно статистику и увидел, что многие из наших руководителей в системе спорта, ну, начиная от уровня учреждений, заканчивая до высших руководителей, часто не имеют профильного образования, или не имеют специализированного образования, или не имеют специальной подготовки, но при этом считают, что они могут управлять и квалифицированно это делать. Вот, каким Вы видите требования к современному чиновнику в сфере спорта? Я обязательно отвечу на вопрос. Вот перед этим позволю себе поддержать коллегу. Спортсмен, профессиональный спортсмен в настоящее время, это, ну, и всегда был. Это продукт работы команды. Это и профессия, и продукт работы команды людей. И если это тренер, медицинские работники, это массажисты, это все отдельные профессии. Спортивный психолог, который ему вовремя поставят на место, да, и он выиграет, пойдет и выиграет. И маркетологи, которые работают с этим спортсменом, и пиар-менеджеры, чей вклад в работу спортсмена сложно переоценить, и агенты, и так далее, и так далее. То есть вокруг спортсмена и как продукта деятельности команды, и как такого острия, и как профессии существует много еще такой веерный, зонтичный спектр различных профессий взаимосвязанных. Поэтому, говоря об одном, нельзя не упоминать об остальных. И в контексте современных требований, если ранее, ну лет 30-40 назад, тренер мог обеспечивать спортсмена, ну допустим, психологической поддержкой, То сейчас уровень компетенции каждого из членов команды, массажиста, врача, тренера, спортивного психолога, сотрудника пресс-службы, маркетолога, этого самого человека, который работает постоянно с спортсменом, Компетенция каждого, дополнительно каждой другой профессии, она столь высока, что соединять в ком-то одном уже нельзя. Поэтому вот это такой спектр, это команда, это набор специальностей, которые взаимосвязаны друг с другом совместной деятельностью. Что касается спортивного чиновника, как и всех остальных профессионалов, идеальным видится человек с многопиковым образованием. Сейчас сложно получить одно образование, просидеть на нем всю свою жизнь, всю свою профессиональную карьеру. Сейчас, с точки зрения современных условий рынка, отрасли, требуется регулярное, как минимум, повышение квалификации, А в случае изменений в твоей карьере, например, ты из тренера стал управленцем, из спортивного врача ты перешел на уровень, опять же, там, каких-то более бюрократических работ. Все требует переквалификации, это уже получение второй профессии. И вначале ты был спортсменом, это одна профессия, ты закончил свою спортивную карьеру, ты перешел куда-то еще, ты получаешь другую профессию. Ну вот яркий пример, присутствовавший здесь не так давно, Олег Васильевич Матыцын, который получил базовую, насколько я понимаю, профессию тренер, как и большинство из нас. Через несколько лет, уже работая в управлении, он получил специальность государственное и муниципальное управление. До этого еще шел целый набор аспирантура, докторантура, ученые степени, которые соответствовали его статусу преподавателя, заведующего кафедрой, ректора и так далее. Вот это все, вот это многопиковое образование, это и является правильной образовательной траекторией в настоящий момент. И уже никто так не просидит на одной базе до конца своей жизни, долгой и спортивной, как здесь коллеги говорили. Спасибо большое. Мне кажется, что очень важно действительно для современного чиновника уметь управлять разными сферами деятельности. И я абсолютно согласен, что монопрофессиональность уходит в прошлое. Но мне хотелось бы, прежде чем сейчас Сергей Витальевич тоже будет с нашими магистрами уехать как раз по плану стажировки на работу, но я не могу не спросить, потому что мне это важно, меня этот вопрос давно мучает. Мы с вами во многих экспертных советах вместе, в том числе в Думском. Я каждый раз, когда слышу от наших чиновников, что через такое-то количество лет спортом должно заниматься столько-то миллионов, столько-то тысяч, там 354 человека, я всегда думаю, как они посчитали эту цифру. И я сейчас не как они посчитали, и я думаю, что вы как раз сможете ответить, как считать цифры. И я сейчас про другое. А как все-таки сделать так, чтобы люди стали заниматься спортом в стране, чтобы у нас развивался массовый спорт, чтобы у нас было модно заниматься спортом, чтобы это вошло в стиль жизни. Чиновники виноваты, что мы не занимаемся спортом. Нет, нет, это не так. Ну, первый вопрос, как посчитать? Во-первых, цифра, на которую нужно выйти к 2024 году, 55%, непонятно, от какой базы она была предложена. Поэтому, являясь членом рабочей группы по разработке стратегии, внес предложение провести амнистию статистики в российском спорте. В бухгалтерии есть такой термин «нарастающий остаток». То есть каждый следующий показатель должен быть выше предыдущего. Мы скоро выйдем на сотню, 100% занимающихся спортом в стране. Дальше что? Дверь замкнуть, всем спасибо, все свободны. Цель достигнута. На самом деле это неумно и нерационально. А что касается занятий спортом, во-первых, это надо любить, а во-вторых, большую роль играет культура потребления. Все люди, которые выступали здесь сегодня, особенно в первой части, они показывали эти траектории. Совсем не важно, где ты был вчера. Главное, где ты находишься сейчас, это марковский процесс, это теория математика Маркова из Казанского университета, придуманная сто лет назад, им доказанная теорема. Мне кажется, что именно культура потребления через новые медиа, через моду на спорт и на красивое тело, на красивые отношения, на красивую подачу вас как приятного человека, это большое дело. А статистику поправит искусственный интеллект, он поправляет и шрифты, и цифры, и технологии, и все остальное. Важно, что вы умеете работать, во всяком случае учитесь, у вас появляются навыки, в каких-либо профессиях вы захотите себя попробовать, реализовать и стать лучшими, а наша задача вам в этом помочь. Я прошу магистра второго курса в гардероб, мы выезжаем, и коллеги нас ждут. Спасибо всем, всего доброго. Коллеги, давайте поблагодарим профессора Алтухова. Спасибо. Мы проведем замену. На матч я хочу на сцену пригласить нашего руководителя фитнес-направления университета Рената Хисямова. Он сейчас к нам присоединится. Мы продолжим наш разговор. Сергей Татьянович очень хорошо сказал, что должно быть красиво, красивое отношение, красивое тело. И меня, Ась, к вам вопрос. А как это сделать модным? Вот есть понятие личный бренд. Какое место спорт занимает в личном бренде? И вообще как связать личный бренд и спорт? Да, вы знаете, с удовольствием продолжу рассуждение Сергея Витальевича на этот счет. Вы знаете, спорт как профессия для спортсмена на самом деле перестал быть исключительно спортом, а стал некой ступенькой в вот этом как раз многопиковом образовании. И сейчас уже спортсмены понимают, что даже если они будут суперуспешны, даже если с помощью своих контрактов и призовых они смогут заработать приличное количество денег, все равно этими деньгами надо управлять. Все равно необходимо думать, а что делать дальше со своей карьерой, когда вам 30, окей, сейчас отличные технологии восстановления, может быть 35, но ваша спортивная карьера в большинстве видов спорта в это время будет окончена. И что вам предстоит делать дальше? И очень здорово, что многие лиги, отдельные клубы начинают думать об этом, предоставлять спортсмену некий трек, когда он только задумывается, когда только его родители в юношестве задумываются, а надо ли продолжать заниматься каким-то видом спорта и делать это профессией, либо, может быть, сконцентрироваться на учебе. Лиги и федерации начинают давать правильные посылы, объяснять, что если вы как спортсмен приходите в нашу организацию, мы о вас заботимся не только как о спортсмене, а не дай бог случилась травма, или вы решили завершить спортивную карьеру, мы показываем вам пути, направления, как двигаться дальше. Как это устроено? Например, в Национальной баскетбольной ассоциации реально существует система стажировок, когда в партнерских компаниях, потому что как у клубов, так и у лиги есть достаточное количество спонсоров, десятки. Все это крупные компании, мировые бренды с филиалами, в том числе в разных городах, где спортсмены живут, когда они участвуют в спортивных соревнованиях. И эти компании предоставляют реальные места для стажировок, для баскетбольных звезд. Зачем эта компания? Ну, я думаю, что всем будет очень здорово в любой компании, если на одну из стажерских позиций придет именитый спортсмен. Сотрудникам будет максимально приятно, тем более, если это будет не номинальная стажировка, а действительно у них будет возможность повзаимодействовать с человеком и работать с ним, как с коллегой. А для спортсмена это реальная возможность погрузиться с самых низов в то или иное корпоративное направление, будь то маркетинг или продажи, будь то управление организацией мероприятий, и продажа билетов, реклама, маркетинг, ведение социальных сетей. Любая история, которая спортсмену интересна, он может в нее интегрироваться, попробовать себя и понимать, даже если он не пойдет по такому пути, не пойдет там в корпоративный мир, а, допустим, будет заниматься инвестициями. Он будет понимать, куда и на что идут его деньги, он будет понимать, какие-то процессы гораздо лучше и сформирует тот необходимый нетворк для дальнейшего развития в работе. – Спасибо. Продолжая, Александр, тему бренда и репутации. Меня всегда поражало, когда возникают допинговые скандалы, я сейчас не про Россию, я вообще про мир, что спортсменов толкает на это, и вообще вот те новые юридические механизмы, которые появились, уголовные ответственности, административные ответственности для лиц, употребляющих и провоцирующих, как вы считаете, они вообще эффективны, да, так сказать, вот если люди не думают о своей репутации, государство может заставить их думать о своей репутации, в том числе через право? – Вопрос, на который сложно ответить быстро, но что касается ведения уголовной ответственности административной, я всегда говорил и говорю, что я был против ужесточения ответственности за допинг, поскольку это все борьба со следствием, которая не устраняет причину. Это первое. Второе, никогда еще запреты на что-либо, под угрозой чего-либо, какого-либо наказания, абсолютно не исключали совершение данного рода деяния. Если бы было так, то приняв единожды уголовный кодекс, в котором мы запретили, предусмотрели уголовную ответственность за умышленное убийство, мы бы практически пришли к тому, что у нас бы убийств не было. То есть норма есть, но убивать-то продолжают все равно, да? Вот, поэтому я уже не говорю о том, насколько нормы уголовно-правовые, которые приняты в России, абсолютно несовершенны и, я считаю, они не имеют и не будут иметь практического применения, опять же, при условии, что все останется как есть. Если у нас все, как я сказал, закроется, то, может быть, и начнут их каким-то образом. Коль норма есть, нужно, чтобы она заработала. Вот, но что касается того, почему спортсмены прибегают к этому, ну, тут масса, я считаю, причин. Желание, самое главное, желание победить, и тут и цель самих запрещенных препаратов, их предназначение – обеспечить себе преимущество перед другими спортсменами. Вот, и, в общем-то, ну, подняться на пьедестал, что влечет, как вы сказали, повышение популярности спортсмена, ну, до тех пор, естественно, пока его не поймали за это дело. Вот, так что, ну, если говорить скомканно, то вот такая позиция. Я сейчас вспомнил, когда к нам приезжал на программу FIFA САЭС, читатель мистера Лемке, советник генерального секретаря ООНа, он сказал, вы знаете, главная причина всех пороков в спорте – это жадность. Да, и это было очень емкое определение. И у меня в этой связи вопрос к Андрею. Ведь образование, как законом образования это определяет, это процесс обучения плюс воспитания. И понятно, что одна из задач ведущих учебного заведения, такого, как ваше блестящее училище Олимпийского резерва, воспитывать спортсмена, воспитывать антидопинговое поведение, фэрлплей, вот как это сейчас воспитывается, какими инструментами, что вы делаете, чтобы сформировать в душе вот это противоядие к жадности? Спасибо, просто вопрос прям замечательный. Потому что действительно образование предполагает у нас процесс, который имеет как минимум две составляющие – это обучение и воспитание. Вот наша сегодняшняя действительность, она, конечно, потрясает. И вот я тоже в поддержку тех вопросов, которые у нас и в общественной палате поднимаются. Сейчас недавно мы проводили заседание общественного совета при Минспорте по проблеме именно воспитания. Вот на сегодняшний момент мы пришли к тому положению, что у нас не в законе о физической культуре и спорте, ни о федеральных стандартах, ни в профессиональных стандартах тренера. Воспитания нет. Вот тренер у нас воспитанием сейчас не занимается вообще. То есть нет ни в одном документе, который маломальски регламентирует его деятельность профессиональную. Такого вопроса нет. Он занимается обучением, формирует какие-то навыки, то есть обучает тем или иным техническим приемам, тактическим, наверное, что-то как-то влияет на эффективность его соревновательности и так далее. То есть это в масштабах государства, это, конечно, колоссальная проблема и катастрофа в определенном смысле, потому что те проблемы, которые происходят у нас в обществе, не только в спорте, а вообще в целом в подростковой, молодежной среде, огромной, так сказать, объемы детской преступности подростковой, наркомании, все это остальное, это как раз вопросы изъянов в воспитательной сфере. И, конечно, то, что спорт сейчас как одно из эффективнейших средств влияния на молодое поколение исключен формально в государстве в нашем, это, конечно, катастрофа огромная. И сейчас попытки какие-то пытаемся предпринять, потому что в том числе и в рамках стратегии, которая сейчас разрабатывается, но, значит, многие специалисты, значит, нам аргументируют тем, что воспитание невозможно посчитать в определенных категориях, значит, вот в тех самых единицах, которые принято сейчас у нас учитывать при разработке стратегии, то есть как воспитанность посчитать, как морально-нравственные параметры какие-то посчитать, невозможно. И поэтому эти позиции, они не должны учитываться в стратегии. Это, кстати, очень острый вопрос, который сейчас активно обсуждается, дискутируется, но с точки зрения государственной политики, это, конечно, откровенно, можно сказать, катастрофа. Если мы ее в ближайшие годы сейчас не восстановим, то что там порядка, ну, только в детско-юношеском спорте 3,5 миллиона сейчас детей, подростков, молодежи задействовано. И, конечно, то, что мы исключаем такой механизм, как воздействие спорта, ну, прежде всего, детско-юношеского спорта, это, конечно, уже последствия, они реально ощущаются. Поэтому вот такая проблема существует, и она, конечно, должна решаться, решаться на всех уровнях, и законодательном уровне, и на уровне министерства нашего, и так далее. Ну, если можно, я одну маленькую ремарку сделаю, потому что я, честно говоря, вот, ну, просто не сдерживаюсь, когда слушаю. Жалко, что у нас Сергей Витальевич ушел вместе с магистрами. Вот когда все время употребляется у нас слово «спорт», сейчас, конечно, спорт у нас приобрел огромную популярность, но вообще так, если придерживаться маломальски какой-то вот строгой терминологии, то спорт – это, конечно, только небольшая часть физической культуры. И поэтому, когда мы под спорт собираем все, в том числе и планируем там 55%, мы 55% планируем не людей, занимающихся спортом, а людей, занимающихся физической культурой и спортом. Это как бы чрезвычайно важно подчеркнуть. Сейчас у нас спорт – это и фитнес, это у нас и различного рода активность, это, естественно, и профессиональный спорт, и детско-юношеский спорт, и студенческий, и любые формы двигательной активности, они сейчас, это и образовательные программы в детском садике, в школе, это все у нас сейчас почему-то называется словом «спорт». То есть, это такое, конечно, вот такое вакханалие терминологическое, и, конечно, за последние годы она у нас просто развивается в каком-то масштабе, в каком, не знаю, в квадрате. Поэтому, конечно, было бы правильно все-таки немножко нам уточнить, где у нас спорт, потому что спорт, коротко говоря, это все-таки ориентирован на максимальные достижения, которые реализуются в соревнованиях и реализуются в специальной подготовке. Если человек не ориентирован на эту деятельность и не включен в систему соревновательной деятельности, то это не спорт. Это различные формы, связанные с двигательной активностью, их масса. Поэтому, кстати, спорт и физическая культура тоже отличаются. То есть, есть виды спорта, которые не связаны с двигательной активностью. Там, не знаю, и авиамоделирование, там, и другие виды, которые связаны с другими проявлениями человеческих способностей. Они имеют соревновательную конкурентную среду, имеют подготовку, но они никак не связаны с совершенствованием каких-то физических сторон человека. Поэтому этот терминологический, извините за то, что я отнимаю время, но он настолько сейчас стал, этот вопиющий вопрос, проявляться, что, наверное, надо на него тоже делать акцент, в том числе и специалистам, которые хотят в эту сферу прийти и понимать, где спорт начинается и где он, видимо, переходит в какие-то другие виды деятельности человека. Да, мы понимаем, что на самом деле проникновение западной управленческой спортивной доктрины, где спорт используется как широкий термин, оно действительно ломает ту терминологию, которая надсеет в законе. Но я очень вам признателен за вещи, которые вы сказали про воспитание. И я сейчас сидел и думал, что, конечно, главное любить ту сферу деятельности, которой ты занимаешься. Есть одно, я болельщик шести лет, но есть одно место на земле, где я люблю спорт. Это когда я оказываюсь в музее спорта, который Елена возглавляет. Кто не был в этом музее, всем советую. Это совершенно уникальное место, где, когда ты находишься, ты действительно проникаешься и чувством гордости, и патриотизма, и любви к спорту. И у меня продолжение того, о чем сказал Андрей, и Елена к вам вопрос. А какова вообще роль этого исторического наследия для развития современного спорта, сферы физической культуры? Я поправляюсь, видите. Я тут хотела бы снова поддержать коллегу. У нас одинаковое образование тренерское, поэтому мы, когда слышим терминологические разницы с коллегами, пришедшими в отрасль, действительно, ну, как бы, немножко это таким является диссонансом. Вы так вот очистите, что это не в мой адрес сейчас. Нет, ваш адрес тоже, потому что вы, когда говорите об общем упоминании «спорт» как иностранного термина, покрывающего все пространство, у них прекрасный термин есть – «physical education», являющийся аналогом нашего физического культура. Иногда у нас переводят «физическая культура» как «physical culture». Нет такого термина. Есть «physical education» эквивалент на английском языке для наших иностранных коллег или по-нашему физическое воспитание, что более широкая среда и поле. Но это вот как бы тоже такая отдельная фишка. Что касается музея спорта, как учреждения двойного подчинения Министерства спорта и Министерства культуры. Вообще мы работаем в спектре Министерства образования и просвещения, Министерства культуры и Министерства спорта. Отличие учреждения в том, что, во-первых, оно хранит спортивно-историческое наследие нашей страны, что является составной частью национального достояния. Второе отличие от остальных учреждений культуры и музеев – это мотивационная функция. Когда мы говорим о занятии физической культурой массовым, тут стоит отметить следующее. Палкой всех, знаете, Ленин сказал, мы палкой в рай не загоняем. Вот примерно в том же ключе. Палкой загнать в самый современный спортивный комплекс – ну нельзя. И многие примеры современности показывают, что выстроили замечательное спортсооружение, народ туда не ходит. И там муниципальные субъектовые власти пытаются кому-нибудь спихнуть вот этот вот вновь построенный дворец спорта или федералам передать, сами, мол, содержите. Почему? Потому что заставить нельзя. Человеку можно вложить знание о добровольности, о необходимости, о том, чтобы он самостоятельно это сделал. Это как каждый день вы едите витаминку. Вы сами делаете свой выбор, делаете вклад в свое здоровье на будущее. К вам не прибегает участковый врач, не звонит в дверь и не говорит, сегодня ты должен выпить свой там витамин С или комплексный какой-нибудь там аевит или еще что-нибудь. Это свой собственный выбор, это своя мотивация. Как она сформирована? Пониманием необходимости. Вот можно настроить всего, все что угодно. Можно приготовить, вырастить чудесных спортсменов высокой квалификации, выбрав наиболее талантливых. Но если мы хотим действительно спортивное государство, то первое – это должна стать функция популяризации и пропаганды физической культуры и спорта. И она должна быть современно, красиво преподнесена. Александр Александрович Карелину любит и многократно произносит слово «соревнования и спорты должны быть упакованы». Нам физическую культуру необходимо упаковать так, для того, чтобы граждане готовы были самостоятельно ходить, заниматься. Если у них нет спорт-объекта, то они ходили бы, занимались ходьбой, бегом или каким-то доступным видом спортивной или физической активности, и не сетовали на то, что вот, ну, когда нам построят, мы тогда, может, придем, посмотрим, может, чем-нибудь займемся. Частично функцию мотивационную выполняет Государственный музей спорта. Для граждан мы много передвигаемся с выставками по всем уголкам нашей Родины. Сейчас запустили большой проект, который называется «Страна героев». Это проект «Мотивация» в комиксах. Мы заметили, что из нашего опыта, что очень много сейчас появилось фильмов, и все их очень любят, фильмов про супергероев. Смотрите. Обычно супергерой – это человек, который совершает подвиги и обладает суперспособностью. Но, заметьте, чаще всего эта способность получена искусственно. Ну, то есть он не прикладывал усилий к тому, чтобы получить эту способность. Что-то случилось. И вот в этом, на мой взгляд, заложен такой маленький, а может, и не сильно маленький, подрывной механизм в нашу идеологию. Не надо проявлять, не надо ничего делать для того, чтобы стать супергероем. Что-то произойдет с тобой, и потом ты сделаешь это. Вот с такой психологией человек не пойдет заниматься спортом, не пойдет преодолевать себя, не пойдет потеть в тренажерный зал и растрясывать свои жирки как минимум, и уж как максимум участвовать в триатлоне. Мы создали проект о спортсменах и физкультурниках, совершивших невозможное. О людях, которые совершили подвиг благодаря своей воле, дисциплине, физическим навыкам, качествам, которые воспитывались в процессе занятия физической культурой и спортом. Вот такого рода мотивационные проекты тоже часть нашей работы. Ну и вообще, мне кажется, это одна из профессий будущего, потому что сейчас много работают политтехнологи. Вот технологи спортивного профиля, они крайне нужны. Мы сейчас потеряли профессию пропагандиста, которая была, даже была Федерация спортивной пропаганды. И из этого возникают следующие коллизии, когда есть замечательный спортобъект, но нет людей, которые в нем занимаются. Вот я сейчас подключу к дискуссии руководителя нашего фитнес-направления. Мне очень интересно, вообще, где место фитнеса в том обсуждении, о котором мы говорим. И простаивают ли сейчас фитнес-клубы? Есть ли интерес к этому направлению? Ну, для меня, за более чем 25-летний опыт нахождения в этой яркой для кого-то индустрии, фитнес уже сложилось все-таки как определение физической культуры. Это сложившаяся бизнес-модель. Но я бы не рассматривал сегодня фитнес как, наверное, волшебную таблетку, которая действительно под аббревиатурой здорового образа жизни решает все проблемы человека и готовит его, условно адаптирует к реалиям. Яркий пример. Многие в мире ссылаются на массовость фитнес-индустрии в Соединенных Штатах Америки. Но давайте с вами не забывать, что Соединенные Штаты Америки на протяжении последних 22 лет делят первенство с Мексикой по количеству людей, страдающих ожирением. Самое большое количество – 34%. Каждые 38 секунд в Соединенных Штатах Америки умирает человек от повышенного кровяного давления. Казалось бы, первое место в области фитнеса. Поэтому для меня фитнес все-таки – это массовая культура, которая позволяет людям с помощью определенных методик позволить себе жить качественно. Но, мне кажется, здесь решение заключается в следующем. Мы сможем добиться, может быть, даже не тех цифр, хотя бы, но к одной трети подойти заявленных президентом, 55%, когда фитнес будет массово доступен. Когда мы сможем, в принципе, если не каждому, но хотя бы 20% населения дать возможность легкого вхождения в индустрию, чтобы абонемент, участие, тренировка были доступны, потому что нам нужно ориентироваться не на город Москву, а на Россию. И отсюда, по разным оценкам, до 3% населения занимается сегодня фитнесом. Вы прекрасно понимаете, что для этой страны просто это ничтожные цифры. И когда, опять же, сравнивать с теми же Соединенными Штатами, там фитнес доступен, там 34% населения имеют абонементы в 2-3 клуба. Теперь я вот хочу поддержать коллегу Андрея. Действительно, у нас слишком много закручено вокруг слово «спорт». Спорт – это высшее достижение. Он проходит жесточайшую систему отбора, чтобы стать условно олимпийским чемпионом. А наша задача, наверное, чтобы спорт был массовым. И вот здесь мы с вами упираемся, коллеги, в колоссальную проблему. Советские ученые еще в конце 50-х годов первыми в мире стали работать над определениями спорта и физической культуры, научного определения. Мы сегодня говорим о развитии массового спорта. В нашей стране не существует определения, что такое массовый спорт, не существует революмитирующих документов в массовом спорте, не существует документов, которые позволяют оценить, насколько эффективно используются деньги, выделенные из бюджета, массовый спорт. И поэтому, если мы хотим, чтобы у нас было здоровое население, нужно, наверное, идти путем, которым пошла Казань. После проведения универсиады в этом городе я был удивлен. Оказывается, все спортивные объекты, которые построены в этом городе, в них проводятся спортивные секции абсолютно бесплатно для жителей города. И вы, живя в нашем прекрасной Москве, знаете, сколько сегодня стоит условно участие ребенка в любой секции. Наш массовый спорт, к сожалению, сегодня ушел также в область коммерции. И здесь очень сложные задачи, наверное, они на большом, на государственном уровне. Но массовость будет только тогда, когда люди, которые дают этот продукт населению, будут иметь определенные преференции для ведения такого вида деятельности со стороны государства. Очень глубокая тема. Спасибо, да. Мне очень хочется сейчас Елене вопрос задам. Я как раз сижу и думаю, налоговый вычет. Да, да, да. Вот когда мы заговорили о фитнесе, я же помню, что вы придумали эту правку в федеральный закон о физической культуре и спорте, где теперь появились фитнес-центры. Вот зачем вы это сделали? Ну, коллеги, собственно, когда речь заходила об общественной палате, мы говорили о том, что это не профессия, это сообщество активных граждан, представителей профессиональных сообществ, поднимающих на территории общественной палаты острые профессиональные темы, за которыми государство по какой-либо причине не уследило или там люди, граждане считают, что необходимо взбодрить и так далее. Это одна из функций общественной палаты. И действительно, достаточно вот в череде громких случаев травм, несчастье, произошедших в фитнес-центрах, мы подняли вопрос, собственно, кто работает в фитнес-клубах. Не замечательных московских, а там, например, в региональных, где люди там спинку ломают, еще что-нибудь такое делают, такое не сильно совместимое со здоровой и счастливой жизни. И оказалось, что как профессия фитнес-инструктор, фитнес-тренер не существует, что фитнес-центр может открыть, кто хочет, как хочет, и работать на основании трудового кодекса, как обычное ООО или даже ИП. И нет никаких регламентных норм, а туда люди идут. Люди, например, вот сама лично глазками видела такой тучный человек, явно с больным лишним весом, его там тренер жучит на тренажерах. Как выйдет этот человек? Какие у него там колени, суставы останутся? Что там у него будет с позвоночником и сердцем? И этот вопрос мы как раз подняли в Общественной Палате Российской Федерации и поняли, что в нашем законодательстве понятия фитнес отсутствуют полностью. А раз понятия фитнес отсутствуют, нет понятия фитнес-инструктор и все остальные регламентирующие документации. И фактически целая отрасль находится в серой зоне без, скажем так, надзора и государства и без надзора возможности помочь потребителю в случае возникновения проблем. Ну вот так, слово за слово, в процессе таких ярких дебатов с приглашениями профессионального сообщества с фитнес-индустрией с ними тоже было не сильно легко работать, они там тоже ребята еще такие, каждый со своим мнением. Мы пришли к тому, что необходимо в Государственную Думу передать законодательную инициативу и внести изменения к федеральному законодательству. И в общем процесс от первичного обсуждения до голосования в Государственной Думе, а наша поправка была принята единогласно в первом чтении, прошло ровно два года. Это, уважаемые коллеги, вам к тому, зачем нужна гражданская позиция и возможно ли что-то изменить в нашей стране или в своей профессии. Это пример того, как это работает, если заниматься. Спасибо большое. У нас еще есть немного времени и я хочу задать несколько таких обобщающих уже на нашу панель вопросов. Вы все, коллеги, так или иначе связаны с высшей школой экономики, с ее спортивными активностями. Среди вас есть те, кто закончил высшую школу экономики, те, кто сейчас работает в профессуре высшей школы экономики. Я хочу вас спросить, чему вы учите? Я начну, наверное, исторически, потому что одна из первых наших программ была юрист в сфере спорта. И у меня вопрос к Александру. Кого вы готовите? Как вы готовите? И ваш последний спортивный проект это летняя школа, Адидас и высшая школа экономики. Зачем этот проект? В чем его смысл? Ну, как я уже сказал, в определенный момент пришло осознание того, что в спортивной индустрии требуются специалисты, которые бы обладали знаниями в области спортивного права. И чему мы учим? Ну, мы скорее, поскольку это магистрская программа, то к нам приходят уже ребята с базовым юридическим образованием. И мы скорее даем некую профессиональную деформацию в сторону спортивного, спортивно-правового направления. Помогаем им настроиться на эту волну, потому что я сразу говорю ребятам с первых занятий, что насколько это интересно и захватывающе, в принципе, спортивная сфера и физическая культура в том числе. Но наша помощь заключается в том, что мы знакомим их с той совокупностью актов нормативно-правовых, которые действуют в этой сфере. И порядок применений на определенном опыте и на определенных примерах, которые происходят в спорте, а их немало, это от, если мы берем фитнес-индустрию, защиты правопотребителей с вкраплением спортивного элемента, либо это уже всем набивший оскомину допинг и возмещение вреда, причиненного здоровью, порядок организации спортивных и проведения спортивных мероприятий. Тут их масса. Реклама, спонсорство, что тоже актуально с точки зрения финансирования. Поэтому сказать, что учим чему-то невероятному, это вряд ли. Скорее как раз таки в некотором роде помогаем овладеть специфической терминологией, которая бы помогла им в дальнейшей работе. И в общем-то я считаю, что она уже отличает спортивного юриста от юриста традиционного по тому, как человек владеет сленгом профессиональным. В общем-то в этом, наверное, и заключается работа самая основная. Но вот, наверное, и все. Потому что, еще раз говорю, это программа магистрская, она уже нам немножко попроще, нежели не приходится давать азы базовых знаний, базовые знания по юриспруденции. А что вы делали на летней школе с Адидасом? Да, вот что касается летней школы с Адидасом. Значит, идея тоже очень интересная, я считаю, ее нужно развивать дальше, поскольку это своего рода интеграция спортивной юриспруденции непосредственно в спортивную составляющую в классическом варианте. Поскольку Адидас достаточно мощная компания, на которой замыкается все. Это пример вообще той модели, которая объединяет не только спорт. Посмотрите, колоссальные экологические проекты у них, спортивная форма, экипировка, методики тренировок. У меня такое ощущение, что они в хорошем смысле, подобно спруту, запустили свои щупальцы во все сопутствующие спорту. И когда проводили летнюю школу, ребята откликнулись, причем там были не только юристы, там были и журналисты спортивные, и менеджменты. Менеджменты, да, все. Прошло. Но я, насколько я знаю по отзывам, это и для Адидас было что-то новое и очень увлекательно интересное. Поэтому, несомненно, это все мы будем продолжать. И, в общем-то, это как раз таки, знаете что, это то, о чем мы говорим, что намечается отход от классической формы образования как такового по, допустим, по юриспруденции. Это есть некий набор компетенций, которые позволяют человеку быть востребованным вот на сегодняшний момент. Ну, в общем, тут так все сошлось, что я считаю, проект успешно прошел. Это летняя школа. А в этом году будет? Да. И я бы такой, что зимнюю проводить вообще. Вот. Но там посмотрим по дальнейшим этим вещам. Зимнюю по фитнесу Ренат будет делать. Да. Это колоссальное партнерское сообщество сформировано. Я считаю, что только положительный опыт, его нужно развивать. Спасибо большое. Вот по поводу новых форм обучения. Ася, вы руководите специализированным модулем по маркетингу на программе FIFA CIS, и вы работаете с нашими магистрами. Я знаю, что у вас даже экзамены проходят в некой нетрадиционной форме. Они делают специализированные проекты. Что вы от них требуете? И что это за проекты? И вообще, какие вот эти новые формы используются вами в процессе обучения и аттестации? Да. Я вот в рамках совместной программы Высшей школы экономики и FIFA CIS руковожу модулем, который условно называется маркетинг и спонсорство. Но на самом деле это шире. Это о всей футбольной коммерции, спортивной коммерции. О том, как индустрия спорта, ну в данном случае я могу, наверное, сказать слово «спорта», зарабатывает. Как продаются билеты, как идет работа со спонсорами, как проводятся активности в матчевый соревновательный день, как реализуется атрибутика. И в рамках модуля я и мои коллеги, представляющие клубы, федерации, бренды, агентства спортивного маркетинга рассказывают о том, как практически это устроено. Я вижу всегда в рамках этой программы своей целью настроить слушателей на правильный лад, потому что все-таки здесь речь идет о профессиональной переподготовке, поэтому, как правило, слушатели это либо те, кто уже работают в спортивных организациях и хотят, наверное, совершить какой-то следующий шаг в своей карьере и готовиться к этому. Либо, и это значительная тоже часть слушателей, те, кто хотят прикоснуться к индустрии спорта, хотят попробовать свои силы, но, например, работают в чем-то совершенно чуждом, казалось бы, например, в банковском секторе. Поэтому в рамках программы ребята объединяются в команды, в рамках этой команды на протяжении всего курса ребята проходят несколько курсов, это менеджмент, это финансы, юриспруденция, это маркетинг, коммерция, это пиар и коммуникация, готовят проект свой собственный, поэтому в команды они смешаны, попадают и те, кто уже занимают солидные посты, может быть, в каких-то спортивных организациях, и те, кто только смотрят на спорт, как возможно, на свою будущую профессию. И с другой стороны, могут привнести в проект учебный что-то новое, интересное. И в рамках экзамена по каждому модулю проходит презентация, вот в частности по блоку маркетинг, совсем скоро состоится экзамен, где команды будут презентовать маркетинговую часть проекта, будут пытаться представить, как в рамках будущего проекта они будут взаимодействовать как раз со своей аудиторией, как будут продвигать свой проект. Возможно, надеюсь, кто-то даже сделает какие-то небольшие исследования, тем более, что сейчас онлайн-площадки позволяют даже первые срезы аудитории сделать, абсолютно не прикладывая к этому усилий. Спасибо. И прям еще секундочку, хочу большое спасибо сказать за летнюю школу, раз уж вы этого коснулись. Буквально сегодня один из слушателей приходил на собеседование к нам, так что очень приятно, что кто-то, послушав, посмотрев на спорт в целом, решает, что может быть это, может быть его будущей профессией. Очень здорово всегда. Пожалуйста, говорите. Да, спасибо. Ренат, мы с вами еще в 2003 году начали одним из первых в стране готовить фитнес-менеджеров. Сейчас вы готовите фитнес-менеджеров на нашей магистрской программе международного спортивного менеджмента и маркетинга. А меня все время мучают вопросы. А действительно, есть ли специализированные фитнес-менеджеры? Но благодаря Елене у нас теперь есть специализированные фитнес-центры. Нужны ли специализированных фитнес-центров специализированные фитнес-менеджеры? Не то, что нужны, они необходимы. Ну, во-первых, если взять историю вообще движения и развития фитнеса, официально, условно, нам 27 лет, да, и я возьму точку отсчета 2005 год и сейчас, да, вот за это время прирост фитнес-клубов в России составил всего лишь 1200. То есть в 2005 году это было где-то 2500 клубов, сегодня по разным оценкам там 3600-3800, да, это очень мало, и возникает вопрос, почему. Ну, вот, например, в 2018 году закрылось 580 клубов в России, причины разные, но одна из основополагающих причин – это отсутствие квалифицированного менеджмента, потому что мало просто открыть бизнес-единицу, бизнес-клуб, нужно им управлять, естественно, и нужно уметь считать. И индустрия, вот то, о чем говорила там Елена, допустим, о некой низкой квалификации тренерского состава, да, это есть, но и отсутствие высоких компетенций в области управления фитнеса – это тоже колоссальная проблема. И поэтому вот та задача, которая стоит перед индустрией, мы, наверное, вместе с нашим большим коллективом попытаемся ее все-таки на высоком уровне решить. И, вернее, вспоминая тот вопрос, который Дмитрий Ливонович задал Асе, да, на что мы, условно, акцентируем внимание в наших программах, Андрей, коллега, сказал, что действительно вот есть проблема образования и воспитания, да, вот те, кто видит себя тренером, вы должны понимать, что тренировочный процесс – это процесс педагогический, и он строится на высоких компетенциях коммуникационных, то есть умение это донести, да. Человек, который в спорте хочет развиваться как менеджер, он должен понимать, что менеджер управляет поведением взрослых людей, и здесь тоже основа высоких компетенций, то есть умение донести до человека суть, на основании которой он даст результат. И поэтому для меня, например, важно в тех программах, в которых я принимаю участие как преподаватель, я считаю, что менеджером на студенчатой скамье не становится. Им можно стать к настоящему в поле, но Платон еще 3000 лет назад сказал, что жизнь тебя спрощит не что ты знаешь, а что ты умеешь. И поэтому те знания, которые даются в высшей школе экономики, я вообще вот с гордостью, например, слежу за развитием, продолжением карьеры всех наших выпускников. Ну, во-первых, мы дружим в соцсетях, да, и ты смотришь, вот этот человек там полгода назад сидел в аудитории, был у тебя на лекции, а ты видишь, какие у него движения, да. И вот такой кайф именно в том, что, например, я как участник некого процесса, с помощью которого человек получил знания, и ты видишь его развитие и карьерное, и личности. Поэтому те, кто еще, напомню, для себя не пришел к выводу, куда направить свой взор, я рекомендую направлять взор на программы высшей школы юриспруденции. – Ренат, спасибо. Правильно сказал, что очень важно отправлять на практику, чтобы пощупали. Вот мы обычно к Андрею и отправляем наших магистров, чтобы они пощупали, посмотрели. Что вообще вы им показываете, когда они к вам приходят, и о чем рассказываете? – Да, спасибо. Но мой вклад, он такой, наверное, небольшой в образовательную программу, да, но конкретный. Он связан с ознакомлением реальной практики управления училищем Олимпийского резерва. Это училище Олимпийского резерва Московская номер 2, которое в филях находится. Но оно одно, наверное, из крупнейших. В нем ведется подготовка по 14 видам спорта, и реализуются программы общеобразовательные, и программы среднего профессионального образования. То есть здесь можно получить компактное представление именно и об интеграции спортивных программ, и образовательных программ, и основных каких-то представлений об основных управленческих моментах, которые, конечно, представлены здесь достаточно четко. Поэтому тот опыт, который у нас есть, на мой взгляд, он какой-то положительный отклик имеет у наших уважаемых студентов. Поэтому мне кажется, что это очень важное дополнение именно с акцентом на практику подготовки спортивного резерва и подготовки спортсменов высокой квалификации, которые входят в составы сборных команд России. Наши магистры обычно очень воодушевленные, возвращаются из вашего училища, говорят, мы не думали, что в нашей стране такое и есть, и что это так действительно работает. Елена, у меня к вам вопрос. Вы у нас руководите магистрской программой. Я вас не буду спрашивать про магистрскую программу. Потому что, во-первых, у всех есть материалы, кто сегодня участвует в конференции и есть замечательный сайт. Я спрошу о другом. Вы часто выступаете с образовательными инициативами. И вот одна из ваших последних инициатив, которую мы будем совместно реализовывать, это создание программы для менеджеров топов высшего звена. Программа уровня DBA, доктора спортивного администрирования. А зачем для топов такая программа? И вообще, чему мы можем с вами топов научить? И надо ли им учиться в принципе? Ну, мозги, чтобы не заржавели, конечно, учиться надо. Коллеги, мы говорили о многопиковом образовании. Мы говорим о том, что у каждого из вас есть база. И жизнь ведет вас по определенной траектории. Иногда предсказуемой, иногда непредсказуемой. И на каждом ее повороте вы должны подтверждать свои компетенции. Например, я получила тренерское образование, пошла преподавать. Соответственно, поступила в магистратуру, защитила диссертацию, стала заведующей кафедрой. Так случилось, что, управляя кафедрой, я поняла, что не хватает управленческих знаний, поступила на программу государственное муниципальное управление. Дальше в моей жизни случился очень нежданный поворот. Мне предложили управлять государственным бюджетным учреждением двойного подчинения, Министерство спорта, Министерство культуры, Государственный музей спорта. Чтобы не быть белой вороной в том сообществе, я получила еще одно образование, связанное с искусствоведением, и, соответственно, была принята и с той стороны в другом сообществе. Сейчас я пишу докторскую диссертацию, и не факт. Вот, например, на своем настоящем я остро понимаю необходимость и свои пробелы в финансовом и экономическом блоке. Вот мне нужно, я понимаю, что вижу, чувствую, что что-то может быть, и можно сделать эффективнее, но не понимаю, как. И это вот тоже та часть, которую я приращу в ближайшее время. У каждого ровно та же история. Каким бы ты топом ни был, но каждый раз при повороте твоей карьеры получается что-то, что тебе надо либо подтвердить дипломом, либо что-то, чему ты должен научиться, чтобы не потеряться на новой карьерной ступени. Вы знаете, в теории менеджмента есть такая фишка, когда ты был эффективным-эффективным, тебя поставили, но есть потолок твоих существующих компетенций. Новая должность, и ты понимаешь, что старых компетенций уже не хватает. Это тот момент, когда тебе надо идти и учиться. Либо тебе приращивают дополнительную область. И какой бы ты там ни был замечательный, сколько бы тебе ни было лет, и сколько бы пядей во лбу у тебя не существовало, все ты знать не можешь. И поэтому в нашем настоящем вот эти гибкие мозги – это твое основное конкурентное преимущество. Я приведу в пример. Не так давно проходила реформа образования. После советского времени, после распада Советского Союза в образовании творился некий хаос, и в принципе пойти попреподавать мог кто угодно, куда угодно. Математик мог почитать что-то про историю, историк пойти преподавать физику, ну и так далее. Весь этот бардак был ликвидирован реформой, когда ты должен был подтвердить читаемые тобой предметы повышением квалификации, переподготовкой. И уважаемые профессоры очень взрослого уровня вначале побухтели, конечно, а потом поняли, что раз ты хочешь это делать, то изволь подтвердить свои компетенции. И пошли переподготавливаться, и все, в общем-то, было нормально, правильно и в целом хорошо. Это вот такие современные реалии, от этого никуда не денешься. И это на самом деле не трагедия, это большущий плюс. Потому что очень много уважаемых руководителей, чего-то достигших, на этом законсервировавшихся в своем величии, и рассчитывающих на то, что ничего более им изучать не надо, и что они знают все лучше всех. К сожалению, такого рода самоощущения заканчиваются большими профессиональными и карьерными провалами. Имейте это в виду, уважаемые друзья, и, конечно, ждем вас в Высшей школе экономики, потому что это для России топ, или, как говорят в Америке, Лига Плюща. Ну, лучше и не закончишь нашу с вами сессию. Спасибо большое всем участникам, спасибо всем, кто принимает участие в конференции.